Караганда с высоты птичьего полета. В городе появились фотографы-экстремалы. Молодые люди сбираются на крыши, чтобы получить красивые фотографии шахтерской столицы. Как они это делают, расскажет Амина Смакова. Карагандинские фотографы-руферы за эффектными снимками сбираются на местные высотки. Карагандинская ТЭЦ-3, телерадио-мачта, крыши всех театров города – уже покоренные вершины фотографов-экстремалов. Каждый фотограф, наверное, видит свои фотографии по-разному. В приоритете, когда снимаешь с крыши, объекты должны быть крупные, чтобы как-то показать величину города. Хоть и город у нас небольшой, можно даже сказать маленький, но как-то пытаемся его приукрасить. Карагандинские фотографы высоты не боятся. Они, как Карлсоны, обживают крыши. При этом, стоит отметить, молодые люди соблюдают все правила безопасности. Их цель – не навредить здоровью, а получить особенные фотографии города. Таким съемкам они готовятся заранее, продумывают будущие композиции. Сначала найду объекты съемки, например, возьмем эки-мат. Пару пристрелочных караганд можно сделать, проверить экспозицию. Посещение каких-либо высот с целью насладиться, во-первых, видом, а уже само фото, я считаю, это попутное занятие. Ночной город завораживает, говорят фотографы. Руферы также отмечают, что с каждым пройденным часом виды караганды меняются. Поймать нужный момент удается не всегда. Днем на закате город красивый, а ночью включаются все огни, дополнительное освещение, все красиво становится. Город светится, машины рисуют такие линии на дорогах. То есть, ощущение мегаполиса какой-то в караганде. К слову, поработать спокойно не всегда получается. Бывало, что люди, увидев руферов на крыше, вызывают полицию. Большинство людей считают, что люди, сидящие на крышах, это какие-то хулиганы, наркоманы. В задачи наших фотографов входит пробраться на крышу, не сломав ни одного замка, не повредив ни одну телевизионную антенну и сделать красивые и необычные фотографии города. Через полученные снимки люди могут взглянуть на караганду другими глазами. Марат Култенов, 1-й Карагандинский.